Минусы есть во всем. Искать их намного легче, чем плюсы. Закрываются границы, отменяются мероприятия, экономика пострадала. В СМИ очень много информации, как вирус негативно повлиял на все. Но даже в пандемические времена можно найти и плюсы. Вот самый большой из них. Из-за остановки производств в Китае уже месяц улучшилось качество воздуха. Исследователи НАЦИ заметили из космоса, здесь в желтом отмечены выбросы ядовитого диоксида азота, кадры сделаны в начале января. Справа картина уже через месяц. Разница налицо. Какие еще коронаплюсы? В Венеции из-за пандемии очистилась вода. В каналы вернулись рыба и лебеди. Здесь тоже в Испании уже чувствуется, что экология намного лучше. Человек остановился и уже экология это чувствует. И это не знаю сколько было. Ну здесь в Европе, не знаю, 15 дней, наверное, даже в Италии не были. У нас уже одна неделя карантин. Мы на карантине сидим. Вот так. Это, конечно, хорошо. Во-вторых, я тоже хотел рассказать, что мы, конечно, сейчас понимаем, понимаем и поняли, что можно работать дома. Или много чего, то, что мы делали, можно дома делать. Не такой глобальный, но не менее важный плюс. Все мы стали более ответственнее относиться к своему здоровью. Все рекомендации, частое мытье рук, обработка смартфонов антисептиками, избегание чихающих и кашляющих людей. Все это защищает, ведь не только от коронавируса, но и от других инфекций. То есть, гипотетически, мы должны сейчас меньше болеть любыми болезнями. Это делаем мы двухкратно. Берем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Каждое движение по шесть раз. Те, кто находится на вынужденном карантине, тоже, возможно, не сразу, но находят плюсы. Во-первых, это повод в бешеном жизненном ритме остановиться, задуматься, провести время с семьей, со своими близкими или, наконец, заняться тем, до чего все это время руки просто не доходили. Почитать книжку, которая лежит полгода, посмотреть фильмы, заняться саморазвитием и даже подумать о смысле жизни. Это прекрасная возможность прямо сегодня задуматься над тем, что, блин, а что будет, если просто завтра не будет денег вообще, их просто не останется. Что останется у нас самих, что останется внутри нас, за что мы можем держаться, на что мы можем опереться внутри себя. И вот это действительно возможность пересмотреть свое отношение к жизни и пересмотреть свои приоритеты. Также сейчас можно посетить многие музеи мира, вообще не выходя из дома, взять онлайн-экскурсии даже во многих популярных российских музеях. А с недавнего времени все школы закрыли на карантин. Руководство учреждения обеспечило дистанционное обучение. Но для детей не ходить в школы – это само по себе большой плюс. Помимо прочего, онлайн-уроки помогут развить ответственность. 17 марта все образовательные учреждения и учреждения СПО переведены на дистанционное обучение. Мы направили рекомендации по образовательным организациям, рекомендовали несколько учебных платформ, на которые они могут зарегистрироваться и проходить свою учебную программу. Это такие как УЧИ.ру, Я-класс, Московская электронная школа, Российская электронная школа, МОЗОБР.ТВ, Скайп. Вот по этим платформам они зарегистрированы и проводят свою работу. Выгоду можно найти и в отмене поездок. Вы никуда не едете, а значит экономите. А потом, когда все успокоится, а граница откроют, можно будет уехать куда-нибудь на более долгий срок или в отель получше. То же самое и с массовыми мероприятиями. Раз ходить некуда, значит и лишнего вы не потратите. Вот сейчас, знаете, такой культ путешествовать. Сейчас очень развито. Путешествуй, сделай это смыслом своей жизни. Это действительно настоящий кайф. А поскольку сейчас закрыли границы, мы можем остаться наедине с собой, не убегать от себя ни по каким заграницам. Мы сейчас начнем ценить просто обычные человеческие радости и наслаждаться и ценить общество друг друга. В Россию из Китая доставили 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок. А российский пример получил Минкомсвязи создать систему отслеживания граждан, контактировавших с людьми, которые заразились коронавирусом. Из-за инфекции во многих странах запретили кальян. Зельмхан Калоев, Новости 24.